Всем привет! Сегодня готовлю черешневое варенье. Для начала отделяю плохие ягоды от хороших, убираю всякие листья, стебли. Затем хорошенько промываю, несколько раз сливаю воду. В итоге у меня получилось, буду делать килограмм с косточкой и килограмм без косточки. Значит, на килограмм черешни я кладу 800 грамм сахара и полстакана кипятка. Ставлю на плиту и при постоянном помешивании даю сахару полностью раствориться. Сироп должен закипеть. Отделяю косточки, удаляю косточки с черешни специальным приспособлением. Можно булавкой, можно шпилькой, кто как умеет. Это у меня будет килограмм без косточек. Сироп наш закипел. Кладу пол чайной ложки лимонной кислоты и сразу же добавляю наши ягоды. Это у меня с косточками. Как только положили ягоды в сироп, сразу выключаем огонь. Чуточку перемешиваем, чтобы наши ягоды утонули, впитались сиропом. И оставляем остывать. Должно остыть полностью. Вот так. То же самое делаю я для черешни без косточек. Делаю, значит, сироп. Сироп должен быть горячий. Сироп хорошенько нагрелся. Добавляю туда ягоды. Здесь у меня уже без косточек. Добавили ягоды. Хорошенько перемешали. Ну, как хорошенько, аккуратно надо. И оставили остывать. Итак, у меня ягоды остыли. Значит, даем закипеть второй раз. Значит, второй раз он у нас хорошенько закипел. Минуту, ну, где-то две, не больше. Убираем образовавшуюся пену. И точно так же даем остыть второй раз. Вот это у меня без косточки. Черешня. А это с косточкой. Я оставлю на всю ночь, так как уже очень поздно. Буду доделывать с утра. Как раз до утра они хорошенько пропитаются. Итак, настало утро. Доделаем наше варенье. Даем им закипеть третий раз. Одновременно будем стерилизовать наши банки и крышки. Вот у меня я уже поставила. Я добавляю ванилин. Мне нравится аромат ванилина. Правда, немного там, ну, пол чайной ложки, не больше. Сначала поставила варенье с косточкой. Вот он у нас закипел. Будет он так кипеть приблизительно 15 минут, не больше. Буду проверять. Как проверяем готовность варенья. Значит, берем чайную ложку сиропа из варенья. Наливаем вот так вот на тарелку. Даем остыть до комнатной температуры. Дальше проводим пальцы. Если линии не сходятся, значит варенье готово. Если оно жидкое и сходится, значит нужно еще чуть-чуть проварить. Точно так же готовлю и черешню без косточек. Вот у меня уже здесь без косточки. Пену обязательно убираем. Хочу повторить рецепт. То есть первый раз кладем в сироп, даем остыть. Второй раз даем закипеть, даем остыть. И третий раз кипятим 15 минут. Пока горячий разливаем по банкам. Здесь не видно цвет. На самом деле он такой ярко-красный. Кажется, что темный. Ягоды все целые. Сразу закрываем крышку и переворачиваем. У меня получилось две пол-литровые банки без косточки. Посмотрите, они все целые. Ни одна не разварилась. Именно благодаря вот этому процессу. Если кипятить долго на медленном огне, они развариваются и темнеют сильно. А вот эти у меня два пол-литровые банки с косточкой. У меня здесь еще компот. Вы можете увидеть в следующем ролике. Вот они такие красивые, целые. И цвет красивый. С косточкой и без. Надеюсь, вам всем понравилось. Готовьте вместе со мной. Пока-пока. Пока-пока. Пока.